В данном видео вы услышите следующее, госпитализированные два участника голодовки в поддержку Саакашвили, а также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, для нас это очень важно. Ну что, приступим. В день рождения Саакашвили, 21 декабря, его сторонники вышли на акцию протеста в Тибилизи с требованием освободить политика, а затем представители оппозиционной партии и единонациональное движение объявили о начале массовой голодовки, которую они намерены продолжать до освобождения Саакашвили. 22 декабря несколько десятков человек из регионов Грузии присоединились к голодовке. По данным на 26 декабря в акции принимали участие 150 человек, трое по рекомендации врачей прекратили ее. У нескольких голодающих поднялось артериальное давление. Врачи оказали им медицинскую помощь, рассказали участники акции. Голодовка проводится у главного офиса единого национального движения, расположенного на Кахетинском шоссе, на выезде из Тибилизи. Это место было выбрано представителями партии для того, чтобы не портить детям новогодние праздники, не занимать пространство на Центральном проспекте Руставели перед зданием парламента, где установлена главная новогодняя елка страны. Двое участников голодовки были госпитализированы вечером 27 декабря из Центрального офиса позиционной партии Единое национальное движение, по периметру которого установлены палатки для голодающих. Их госпитализировали на седьмой день проведения акции. За этот период в больницу положили 10 голодающих, сообщила пресс-служба партии. За здоровьем голодающих следят медработники, которые дежурят в офисе партии. Они ежедневно обследуют протестующих. Кроме того, у офиса дежурят бригады скорой помощи. В голодовке периодически присоединяются новые участники. На сегодняшний день в ней принимают участие до 200 человек, отметили партии.